Друзья, давайте поговорим с вами сегодня на тему лени. Когда мне на сессиях говорят, мне было лень это сделать, я никогда не могу оставить это в покое, потому что я знаю, что за ленью что-то стоит, что-то происходит с человеком, почему он не сделал то, что он хотел сделать, почему он не сделал даже то, что хотел сделать. Лени не существуют. Ленью часто обозначают отсутствие действий, да, или я должен был, но я не сделал. Так что же стоит за ленью? Очень частый вопрос, который я задаю после этого, я спрашиваю, что стало сильнее, какое желание было сильнее, чем то, которое вы должны были сделать. А что вы сделали вместо этого? Вот вы должны были работать, а что вы делали вместо этого? И тогда мы можем обнаружить, например, что у человека был другой приоритет в этот момент. Был другой приоритет, другая мотивация. Часто встречается конфликт между «хочу» и «должен». То есть вот это «мне было лень» часто относится к тому, что я должен был сделать то-то и то-то, но у меня не было желания. То есть мы встречаем внутри личностный конфликт, когда одна часть хочет, не хочет делать, а другая часть её заставляет и ещё и обзывает. Ленивый, значит, плохой. Если вы бы делали выбор, то бы вы сказали и не ругали себя. Вы бы могли сказать о том, что я сделал выбор, сейчас отдать приоритет своим желаниям, а не своим должностнованиям, например. Или для меня стала сильнее вот такая вот мотивация. Но если вы обзываетесь на себя, это говорит как раз о вот этом внутриличностном конфликте между тем, что вы хотите сделать и между тем, что вы должны делать. Вот. Что сильнее становится? Становится сильнее то, что вы делали, вместо того, что вы были должны сделать. То есть что стало сильнее, чем это должностнование. Что ещё вместо лени? Вместо лени могут скрываться страхи делать, опасения, например, страх неудачи, поиск нового работы, поиск нового партнёра, способ с новым способом жить. За этим может всем стоять страх неудачи. А вдруг я попробую, у меня не получится. Или где гарантия? И тогда вы не делаете, не пробуете, шаги даже не делаете по поиску нового дела, например. Потому что страшно. А что, если у меня не получится? Есть ещё внутреннее сопротивление к этому процессу. И ещё вот как в клипе мы говорим, попробуйте найти вторичную выгоду. Почему вам выгодно не действовать сейчас? Почему вам выгодно сейчас не действовать? Или чему вы можете сопротивляться? Иногда отсутствие действия – это выбор меньшей боли. То есть не делать – это меньшая боль, чем делать. Но, к примеру, вот классический пример, когда… Давайте про отношения. Когда, например, он или она не идёт знакомиться с человеком, который понравился, потому что есть страх отказа, есть страх отвержения. И тогда, с одной стороны, мне хочется иметь отношения, но я не подойду, потому что возможен отказ. И тогда не делать – это меньшая боль, чем пойти, сделать, и у меня не получится. То есть бездействие становится выбором меньшей боли часто. А ещё бездействие – это может быть протестное поведение. Особенно если вы реагируете на то, когда вас кто-то заставляет, когда вы кому-то что-то должны, и вас может это раздражать. Вот само даже, знаете, обстоятельство того, что вас вынуждают что-то сделать. Это вполне может быть протестным поведением. Так что в вашем случае здесь очень важно прояснять, что стало сильнее, чем необходимо сделать это, какие страхи, какие сопротивления, чего вы можете опасаться, почему вам выгодно этого не делать. Вот если это всё вместе собрать и найти истинную причину, почему вы не делаете, вот тогда с ней можно разбираться и работать. Чего я вам и желаю. Спасибо.